Переменные, которые объявлены внутри функции, называются локальными, и их невозможно использовать вне функции. Например, если у нас есть функция initValues, внутри которой мы инициализируем значения переменных i, b, то мы можем использовать эти значения i, b и эти переменные только внутри функции initValues. Снаружи функции, даже после того, как мы вызовем эту функцию, у нас значения переменных i, b считаются неизвестными. Если мы попробуем вывести сумму a плюс b, мы увидим сообщение об ошибке, сообщение о том, что a и b переменные не проинциализированы. Аналогично, если у нас есть переменная a в нашей программе вне функции, и есть переменная a внутри функции некоторой, где мы эту переменную a изменяем, то те изменения, которые происходят внутри функции, они происходят с локальной переменной. То есть эти две переменные фактически, несмотря на то, что они имеют одинаковые имена, это две разные переменные. И все переменные, все изменения, которые происходят с этой переменной a, они происходят только внутри этой функции и не видны никак наружу. Поэтому если мы запустим такую программу, в которой мы записываем в переменную a значение 0, запускаем функцию initValues, которая как-то инициализирует переменную a другими значениями, то снаружи этой функции у нас переменная a станет сохранить свое значение 0. То, что происходило с переменной a внутри функции, это происходило... Все эти изменения происходили с другой переменной a фактически. Аналогично, если у нас есть функция initValues, которая принимает аргумент некий, мы в качестве этого аргумента передаем параметр, некое значение переменной b. Что происходит? Давайте посмотрим. При вызове функции initValues таким образом переменная a будет локально связана с переданным значением. Ну, то есть с нулем. Дальше мы как-то можем изменять значение переменной a внутри этой функции. Например, присвоить в переменную a новое значение. Но все это происходит опять же с локальной переменной a. И никак на переменной b не отразится. Если мы увидим значение b, то оно будет равно нулю. И даже если бы у нас функция initValues принимала бы параметр b, который бы назывался, здесь как-то его меняло, все равно на значение b снаружи это никак бы не отразилось. Что получается? Получается, что мы никак не можем внутри функции изменить значение переменной, которая у нас есть снаружи. На самом деле не совсем так. Если у нас есть переменная, которая является изменяемым значением, ну, например, список, да, мы можем изменять значение списка, то мы можем запустить такую, создать такую функцию append0, которая будет добавлять и как-то изменять значение переданного списка. То есть, например, у нас есть список a, являющийся изначально пустым. Функция append0 добавляет к переданному списку в конец 0. Если мы запустим функцию append0, передав ее в качестве параметра a, и выведем список a, то мы увидим, что в этом списке появился один элемент значения 0. Почему так произошло? Потому что мы завели переменную a, связали ее с объектом, с изменяемым объектом в список. Когда мы вызвали функцию append0, то мы связали переменную xs с тем же самым объектом. В переменную xs мы обратились к переменную xs и сказали изменить ее. Изменили ее, добавив в список значение 0. И дальше у нас получается, что мы изменили объект, с которым связана наша изначальная переменная. Сам объект поменяли. И тогда, если мы выводим значение a на экран, то мы увидим, что, конечно же, он изменился. В общем случае необходимо всегда понимать, каким именно образом вы изменяете значение переменной. Одно дело, если вы берете объект и как-то изменяете его, например, добавляете в список значение 0. И другое дело, если вы переменную xs связываете с новым объектом, например, с новым списком, который содержит элемент 100. Если мы такую функцию вызовем, изначально для списка a, равном пустому списку, то что произойдет? Давайте посмотрим. Список a связан с пустым списком. Вызываем функцию append0 и xs связывается с тем же самым списком. В xs мы добавляем 0. То есть a у нас сейчас стал равен списку, состоящему из 0. Затем мы xs связываем с новым объектом, с новым списком. То есть теперь у нас xs связан с каким-то новым списком, состоящим из элемента 100. А этой связи больше нет. А значит, подобное изменение никак не повлияло на нашу переменную a глобальную. И поэтому если мы выведем значение a, то мы увидим, что a это список, состоящий из элемента 0.